Я буду говорить, в общем-то, об известных молекулярно-биологических явлениях, просто буду смотреть на них в глазах генетика, эволюционного генетика, что позволяет сделать некоторые полезные предположения о том, что могут значить такие эпиалели в нормальном развитии и в эпилогенезе. Я перехожу к заключениям своего доклада. У меня в конце вот эти слайды опять. Что нужно иметь в виду с генетической точки зрения по поводу фенотипов, которые могут появляться при аллелях генетических и при аллелях эпигенетических? Они совершенно различны по механизм лекарства, но они могут приводить к фенотипу структурно-национально-регистрируемому, одинаковому. Эпигенетическое состояние полиморфного локуса. Этот локус полиморфный, он содержит два аллеля в одной точке. Один в одно время существует, другой в другое. Один не метилированный тистозин, другой метилированный тистозин. Значит, это состояние является генетическим переключателем. Альтернативное состояние. Когда тистозин метилирован в составе фактора, в составе сайта связывания транскрипционного фактора, он может не связываться с данным сайтом и не приводить к реализации транскрипции. Если он не метилирован, то транскрипция может начинаться. Это зависит от условий среды и от спады, от индивидуального развития организма. В индивидуальном развитии поэтому аллельное состояние может оказаться генетически регулируемым. Если мы будем владеть этими механизмами и использовать их, это может открыть новые пути в терапии опухоли. Они в поколениях сохраняются, но могут и утратиться, если, например, цитозин перейдет в тимин, и при этом регулирование будет исправлено в данной позиции, возникнет институтивная экспрессия гена, возможно, в этом случае. Если такая мутация возникнет в геноме зародышевой линии, это может оказаться полезной пфилогенетической новацией. Конечно, эти механизмы являются все производственными от обычного генотипа, от обычной структуры генома, от обычной последовательной ряда. Но эти модификации придают ей какой-то смысл. Так, все не движется. Ну, давайте следующее. Следующее давайте. О, отлично получилось. Значит, еще раз, там будут следующие слайды, которые демонстрируют, но я упомяну, что теоретически эпиаллель проявляется не только в модификации основания, но и так, в других уровнях, включая уровень поведенческих, а сейчас известно. Неизвестно, нет, данных о публикованах по частоте возникновения эпигенетических аллелий, то есть о частоте возникновения эпигенетических аллелий. И, поскольку все уровни реализации генетической информации выше репликации характеризуются большей частотой ошибок, мы можем ожидать, что частота возникновения эпигенетических аллелий также окажется выше, чем частота мутаций генетических. Но и надо обратить внимание на то обстоятельство, что если окажется, что она выше, частота эпигенетических аллелий, то это означает, что эпигенетические мутации будут чаще, чем генетические мутации, определять ход антогенеза в норме и патологии, и в том числе наверняка, и в опухлеобразовании. А эпигенетические мутации в генеративной ткани, они могут чаще открывать дорогу к филогенезу, чем мутации генетические. Еще раз повторю, что они могут и закрепляться, и когда это альтернативное состояние, то это модифицированное, потому что модифицируется именно цитозин, и если он сменится на любую другую ткань, то эта регулируемость утратится. И если это эволюционно выгодно, то она, наверное, окажется и закреплённой. Если мы вот это фундаментальное знание, точнее предположение, мы его современно получим, подтвердим о том, что я говорю, то это может отрезать новое направление диагностики, терапии и профилактики, углеводных заболеваний, а также и диагностики, терапии и профилактики различных заболеваний человека, наследственных. Мне кажется, что это очень значимое перспективное, для экспериментальных исследований. Таким образом, мы закончили презентацию, сейчас мы начнём всё по-новому. Следующий слайд, поставьтесь, пожалуйста. Эпигенетический фактор наследственности — это настройка надпоследовательных нуклеозин. Здесь, вот, следующее слайд, пожалуйста. Вот здесь это мицелирование цитозина, здесь мыфикация и новые варианты гистоновых белков функционально, это распространение механизма и ремоделирование хроматина. Это эпигенетические факторы наследственности от настройка надпоследовательных нуклеотидов и гибридов. Обратите внимание, что сама последовательность нуклеотидов является основой для того, чтобы после модификации приобрести не только другую структуру, очень мелкое изменение, но и другие анальные особенности, и, в частности, образование транскрипта в данном месте, и в данной ткани профиля транскрипта взаимодействия от того, какие цитозины там прометилированы. Эти модификации, они касаются не только ДНК. На уровне РНК также происходит модификация, которая придает молебу РНК другой, по крайней мере, уровень, скажем, уровень своего проявления, ну, например, большую длительность существования или большую трансляцию из неё. То есть модификация происходит на базе последовательных исход на той же саженой гибридове, но всё это дальше даёт разметку такую, эпигенетическую, надгенетическую разметку. И она именно определяет новые особенности функционирования этой последовательности раклеотидов. Таким образом, вот если здесь это эпигеном при модификации цитозина в ДНК, а вот в случае РНК, это весь смысл назвать эпитранскриптомом, а когда миксированы гистоны, они приобретают другое функциональное значение. Это по существу эпипротеом, то есть надстройка над данным базовым уровнем, который в каждом случае базируется на исходной послероте нуклея. Следующий слайд поставь, пожалуйста. Мы в основном работаем с генетическими мутациями, мы их хорошо знаем. Но надо сказать, что суммарная доля нуклея, которая объясняется, собственно, генетическим вкладом, она обычно для сложно контролируемых признаков не превышает 10%, а для каждого отдельного лопа составляет меньше 1%. Например, рост человека, где 40 локусов, вклад в этих локусах, если 5% по разбросу значений, который может иметь рост, и вклад единичных локусов, это 1,1%. При этом, если вы увеличите число обследованных, а это обследование на 130 тысячах человек, это может увеличить точность определения вклада каждого из локусов, но не повысить степень генетического контроля, уровень наследуемости. Он не изменится. И поэтому генетический вклад единичных локусов, он очень не пильник в сложно контролируемых признаках, но это очень важный вклад в диссертации подписальной генетикой, как мы все хорошо знаем. Пожалуйста, следующий слайд покажите. В последние годы появилась возможность определения не только последностей нуклеотидов, но и статус их метилитов. И когда определили возможность предсказания сложно контролируемых признаков по ДНК, оказалось, что эпигенетический вклад, определяемый присутствием 5-метилцитозинов, он выше генетического или равен ему, ну вот, например, курение, вклад эпигенетики в процентах и генетики, суммарный вклад, он относится как к 20 к 1. То есть основной вклад в то, что, можно сказать, человек курит или курил, кстати сказать, определяется даже возраст начала курения, ну это отдельная песня, то основное здесь в том, каков эпигенетический компонент. А предсказание это высоко значимо, поскольку суммарный балл генетики плюс эпигенетики, формирование признака, то есть куричек или нет, определить по ДНК, он генетика плюс эпигенетика дает 31%, и только 40% среда. То есть вы по ДНК можете сказать о таком признаке больше по эпигенетическим маркерам, чем по генетическим, собственно. Алкоголь, здесь тоже вклад эпигенетики, можно по ДНК сказать, пьет человек или не пьет. Кстати сказать, можно сказать, сколько он пьет, в среднем, конечно. Вообще у нас есть некоторые рекордсмены, которые пьют по бутылке в день, согласно тому, как распределение, на котором мы работаем. Соответственно, вот здесь тоже 19 к 1 вклад метилирования в предсказание этого признака, который говорит не о том, что он выпил сейчас, а о том, сколько он пил раньше, и это накапливается. Ну и, например, самый вообще очевидный случай, когда эпигенетические особенности более значимы для предсказания, чем генетические, это определение биологического возраста по ДНК, по инсталированию определенных сайтов. Возраст сейчас определяется с точностью плюс-минус 4 года в диапазоне от пубертата до там по лет 70, и когда у нас есть другие процессы, размывающие этот показатель. Здесь и возникает интересный момент и этический, поскольку, вообще говоря, это позвольте, то есть вопрос об определении времени дожития человека, что, наверное, будет очень интересно страховым компаниям. Нет, не предыдущий, оставьте. Оставьте предыдущий слайд. Предыдущий. Не следующий, а предыдущий. Предыдущий и еще один предыдущий. Еще один предыдущий. Спасибо. Спасибо. Значит, я хочу по этому слайду сказать, что поскольку сложно контролируемые признаки часто более значимо определяются эпигеномом, эпигенетическим вкладом, то, наверное, это будет характерно для опухолевых заболеваний, хотя эффективный эпимаркетик еще предстоит определить. Мы их сейчас не знаем. Но ясно, из того, что здесь 20% эпигенетика, здесь 20% эпигенетика, наверное, в отношении рака вклад эпигенетических маркеров будет более значим в предсказании старта процесса или характера его прогрессии. Пожалуйста, следующий слайд. Значит, если посмотреть на то, как распределяется совпадение у близнецов, у эпигенетических близнецов, что оба близнеца страдают каким-то заболеванием или не страдают, то эпигенетический вклад, он, ну, с допустим, аутизм. Да, вот 9 из 10 пар аутизмных близнецов, если у одного аутизма, то будет и у другого аутизма. Не только 10% это определяется средой, когда близнецы одинаковые. Соответственно, вот мы видим, что среда может давать разный вклад, естественно, но в целом генетический вклад в наследуемость, он для сложных признаков обычно не больше 10%. А вот это вот всё голубое, это всё эпигенетика, модификации ДНК, геонов, хроматины, микроэрона. То есть вот это вот поле гораздо более значимо для предсказания состояния организма и перспектив его функционирования. А пока работаем мы вот в этой зоне, в которой каждый отдельный локус даёт очень малый вклад во всё, кроме защиты диссертации. Пожалуйста, следующее слайд. Значит, ещё раз, вот эта пара, вот этот, цитазин или метинцитазин по данному геному, это эпиалели. Вот это вот один эпиалель, это другой эпиалель. Хотя они соответствуют одному нуклеотиду в геноме. В отличие от генетических аллелей, которые каждый находится на твоей хромосоме, если это только один локус. А здесь локус один, но он может быть в двух разных состояниях. То есть это не совсем, то есть по механизму, конечно, не тот же процесс, что и приводит к генетическим мутациям или реализации информации с них. Это другие механизмы, и они не менее важны предсказательно в отношении того, какое состояние организма и каким оно будет. Значит, определяется функционал вот этого различного механизма, то альтернативному состоянию структуры, цитазин или метилированный цитазин, ему соответствует и состояние функции прилижающего участка генома, транскрипция, с определенной его точки и разница транскрипцированных параллоков. Вот здесь вот эта вот группа метильная, она присоединяется сюда, к ядру цитазина, и в маленькой леденко метилированные цитазины показывают желтенькие, и метилированные беленькие. Вот здесь вот начинается транскрипция. Обычно в участке, который регулирует транскрипцию гена, они представлены так называемой ЦПГ-островками. Эти ЦПГ-островки есть промоутер на процентах генов, но могут работать и отдельные сайты тоже в качестве блокаторов или, наоборот, позволяющих транскрипцию. Понятно, что ЦПГ-островки в геноме в 5 раз меньше ожидаемого, исходя из ГЦ-состава ДНК. Конечно, мы знаем, что метилированный цитазин чаще переходит в другой. Но в то же время природа почему-то как раз относится с пониманием. Такие изменениям, потому что возврата нет. ЦПГ-сайты в 5 раз меньше ожидаемого. Это негативный отбор, я полагаю, в час. А не только химия, которая сопровождает этот процесс. И, возможно, поскольку демицелирование связано с возможностью транскрипции, это означает, что какие-то сайты, возможно, не случайно оказываются позволяющими институтивную транскрипцию с данного участка генома. Что эволюционно скриптает в частности генетически. Пожалуйста, следующий слайд. Ау. Следующий. Во. Значит, я еще раз скажу, что мы рассматриваем уровень ДНК, и модификация нуклеотида приводит к новой, не только другой, но и функции данного участка. Это касается не только ДНК, это касается и РНК, там 6-пил аденин модифицировать ДНК в определенной позиции РНК с точностью данного нуклеотида. И при этом она становится либо более долгущей, либо более активной в отношении трансляции. И, собственно, гистоны, которые тоже модифицированы, они в модифицированной форме обладают другими свойствами в отношении возможности открытия генетической информации. То есть в основе генетически лежит последовательность генома в зиготе, но она приобретает конкретные традициональные свойства после модификации на каждом из уровней. И именно эти модификации мономеров, они придают молекуле эмоциональную и медицинскую значимость. Пожалуйста, следующий слайд. Теперь я этот раздел сокращу по поводу механизма, это очень не так важно. Но реализуется вот этот эпиалель в одном из двух сценарий через действие транскрипционного фактора, который является центральным регулятором транскрипции. Фактор один, единственный, это вот ген, контролирующий вообще этих факторов много, их многие. Но данный фактор какой-то, он может и небольшое количество генов регулировать, например, четыре. А может регулировать один транскрипционный фактор до нескольких тысяч генов. И при этом данный фактор связывания, который и содержит вот этот самый эпиалель, значит, сайт связанного транскрипционного фактора, он может связаться не только с данным транскрипционным фактором, но и с другим. Они имеют разную альтернативность, разную степень, так сказать, связываемости. И они конкурируют друг с другом. И, в общем, именно идентификация факторов, которые работают вместе на данном сайте, регулируя один и тот же ген. Это одна из фундаментальных проблем биологии, в которой ещё долго нужно работать, чтобы знать конкретику, которая приведёт к тому, что один сработает или другой, из конкурирующих факторов транскрипционных за данный сайт связанных. Ау, спасибо. Ну, я не буду тут... Здесь просто показывается, что они могут перекрываться со всем, а могут быть соседними. И вот эти факторы, они определяют уже конкретику, кроме метилирования, которые там работают на оборудовании пиалелий. Здесь просто конкуренция друг с другом. И эти сайты связывания, вот видно, что есть буквки разной высоты, они говорят, насколько часто встречается данная буква в данной позиции. То есть они, вот эти сайты связывания, они не совсем идентичны. И поэтому по-разному данный фактор транскрипции будет взаимодействовать с сайтами связывания в разных местах ген. Пожалуйста, следующий слайд. Ну, это то, что вот, какого они размера. Вот этот фактор сайт связывания, это 7-15 пар, вот эти вот ЦПГ-стракки, в которых много факторов может быть, они в протяженности 50-200 или в уровне 5, и они могут находиться в положении включено или выключено в соответствии с тем, как будет ли инфицирован цитозин в данном положении генома. Конкретно, чаще всего, наверное, не только один цитозин данный нужен для работы фактора транскрипции, чтобы он удался или нет. Это, наверное, так называемый, можно сказать, эпигоплотип, то есть сочетание метилированных состояний двух или более цитозинов, находящихся рядом в одной молекуле ДНК. И это определяет возможность и степень выраженности транскрипции в данном участке генома. Вообще, основная работа генов у человека и у всех организмов — это помалкивать. Более 80% генов не работают в каждой данной ткани, они работают в другой ткани. Но вот самое удивительное, что Андрей Петрович в свое время предположил, что могут быть гены, которые транскрибируются не в какой нормальной ткани, а транскрибируются только в опухолевой ткани. Предположение было достаточно неожиданным и казалось абсурдным, зачем таким генам быть, но оказалось, что такие гены есть. Пожалуйста, пожалуйста. Вот здесь я не буду вам весь этот слайд в подробностях, но скажу следующее. Мы сейчас знаем на растениях, на человеке это не показано, что в некоторых случаях известно, что сложно контролируемый признак, который там длина корня, время заседания, оно определяется в их крайних случаях, скажем, длинный корень или коронный корень, всего лишь тремя локусами, ценностей регулируемой области. Три локуса. Хотя регулируемых генов, которые определяют длину корня и время засветания, их наверняка многие сутки. И эти вот три локуса, они контролируют сотни, а может быть, тысячи генов. Интересно, что в биоинформатике это была теоретическая работа, как может быть объяснено, вообще зачем такое большое количество генов вроде не существует. Но если предположить, что вклад каждого отдельного гена истязающе мал, но количество генов составляет тысячи, то тогда получится, что генетический компонент, определяющий выраженность признака, он может быть объяснён тем, что это вклад тысяч локусов с очень малым уровнем экспрессии. И тогда получается, что это у нас не потерянное, просто она суммируется из чрезвычайно маленьких конкретных кирпичиков в вкладах в разных местах. И последнее, что я по этому поводу хочу сказать, что возможно, вот это вот крайне малое число центральных регуляторов, только там три или четыре, в случае времени засветания растения, три-четыре. Как оно связано с тем, что тысячи генов могут быть регулированы? Получается, что, может быть, это одна и та же система, а только регулируемых генов тысячи. Большинство из них экспериментально вообще неопределимы по вкладу. Ну, не буду вас сказать, почему-то, с этих экспериментально это понятно, что невозможно даже определить. Но если есть всего три регулятора, то понятно, как система со всем этим работает, наверное. А работает она через тысячи, многие, которые исчезающие полы, и при изучении отдельного локуса он не может быть положен в копилку, дающую вклад в данный признак. Это связано с тем, что регуляторы идут три центральных, и это эпигенетические регуляторы, не генетические, а регулируемые и течень. Вот это вот может быть ситуация, которая для человека пока неизвестна. Это очень красивая и хитрая геновская растения, которая на книге недоступна, поскольку все эти растения, они были получены путём самопыления с последующей рекомбинацией идентичных организмов по последовательности нуклеотидов, но различающихся по тому, что в них были разные блоки метилирования. Оно там не стирается, и это было с точностью нуклеотида определено. И поэтому очень точно вот... Следующий поколитик. Следующий. Ага, спасибо. Вот видно, что здесь один локус, это вот одна, это тромозом, вот другой локус, пик, и третий. Вот красные и жёлтые — это как раз сильное метилирование или слабое метилирование. То есть одни и те же участки генома могут быть либо в одном эпигенетическом состоянии, либо в другом. И нет такого размазанного всего. Три генов, три, четыре. И по существу, вот если это так же и у человека, только мы не умеем создать метод, чтобы найти такие гены, то это будет очень важным для того, чтобы увидеть это как в медицинской генетике в целом, так и конкретно при возникновении и прогрессе умори. Вот это вот временное существование аллелей, у генетических аллелей нет временного существования. Они либо есть, либо нет. Но если нет, то это мономорфный участок. Есть полиморфный, но полиморфный в одном состоянии в одной хромосоме, а в другом состоянии в другой хромосоме. Одна папина, другая мамина. А здесь этот аллель, он присутствует на одной и той же молитве ДНК, в одном и другом состоянии. И оно возникает в какой-то момент времени, зависящее от фазы антогенеза или условий кредит. И у человека, пожалуйста, следующий слайд. Вот видно, что здесь, после того, как произошло слияние комет, и с клетки, и сперматозоида, происходит резкое деметелирование. Но известно, что, например, гены, которые подвержены имплитингу, а их примерно 100, ну, их меньше 1%. Вот они не деметелируются, они проходят геноимпрентированное через этот пик, правда, потом это происходит, что равно. То есть само по себе, вот это вот нам показывает, это обычные, в частности, органы и ткани генез. Это развитие нашего, так сказать, родственника, блекопитающего мыши, и у нас такие же фазы имплитинга. То есть эпиалели в какой-то момент могут как бы истить лопус потенциально полиморфный эпиалельный, он не исчезает никуда. Но конкретный аллель в нём, метелированный, отсутствует, вот он упал сюда, вот это, ну, и метелирование ДНК нету тут. А здесь появился, и это то, что приводит к появлению органов и тканей. И то же самое приводит к раку в случае, если этот процесс, в частности, на этапе метелирования, идёт не так, как надо. И эти процессы более частые, скорее всего, процессы генетические. Вот мы видели там курение, алкоголь, 20 к 1 вклад в генетические события, в генетические события генетические. Ну а здесь вот это в процессе функционирования организма. Это динамичное реветелирование и деметелирование. То есть мы знаем, что эпиаллели регулируются в нормальном жизненном цикле, но он может быть и сбит нормальный цикл, и тогда это может быть цикл опухоли. Мы будем уметь воздействовать на, будем знать, на какой именно эпиаллели надо воздействовать, и мы будем уметь это делать, а это не обязательно геномное редактирование. Геном здесь одинаковый, здесь эпигеном разный, поэтому это нужны методы редактирования эпигенома. Они гораздо будут более плавные и тонкие, и это будущее, которое наверняка суждено, в частности, и при исследовании окухлей, при разного рода исследовании окухлей. Пожалуйста, следующий слайд. Проедем дальше. Поехали дальше. Так, вот дифференциация тканей в хозеонтогенеза с генетической точки зрения, по крайней мере, частично, является следствием регулируемого изменения эпиаллельного состояния нуклеотида в данной позиции генома. Ну, мы это называем там модификацией, но генетически это появление эпиаллеля. И внештатное изменение аллельного состояния в составе сайта связывания эпиаллельных факторов может быть наверняка одной из причин опухолевого образования или прогрессии. Ведь этот фактор может перестать связываться, а должен был бы связаться. И это влияет на транскрипцию, а за ней идет появление генка и белка, который может быть важен для возникновения или прогрессии опухолей. В то же время появление своих эпиаллелей в новых позициях генома, ведь они никогда-то не были эпиаллелей, они когда-то появились как регуляторы. Оно может иметь отношение, наверняка имеет отношение к процессу филогенеза. Но мы пока очень недавно научились смотреть эпигенетическое состояние ДНК, и поэтому нам понятно, что этот фактор огромен и может быть часто гораздо больше, чем сам все базируется на генетическом вкладе. Но, тем не менее, конкретное проявление зависит больше от модификации, чем от наличия данной буквы, в некоторых случаях, как неудивительно. Ну, и потом надо сказать, что вот я просто видел из картинки и был им удивлен. Вот ясно, есть секвенс, смотрится опухолевая ткань, там есть, например, ЦБГ, сайты, и вот их несколько. Но метилированными оказывается вот этот, вот тот и ещё вот тот вот дальше, конкретный, например, а остальные, которые тоже есть внутри них, они метилированы. Клетка, система распознаёт, какие именно нуклеотиды надо метилировать. Что надо? Это рак, то есть это опухоль, но это регулярный процесс, метилирован только данных оказывается, и данные три, блоки из многих. То есть клетка это умеет, а мы ещё пока даже не понимаем совсем, почему это так. Но мы это видим как воспроизводимое явление, и оно связано с раком. Пожалуйста, следующее слово. Ну, и здесь вот замечу, что перед каждым этапом дифференциации исходно четырёхухольный генотип А, Т, Г, С. Он превращается в функциональный и структурный. Пятиркухольный написанный эпигенотип, это цитозин, который превращается в эпигенотип. Этих букв структурно и функционально пять на уровне транскриптома. В геноме их четыре. Он не пользуется метеллировым состоянием для своего хранения. Оно не влияет на комплементарное связывание и мало влияет на монтез. Но функционально они очень с нами. Переходят на следующий уровень, переводят четырёхбуквенный алфавит в пятибуквенный, что определяет в частности транскриптом. Так, поехали дальше. Осталось нам немного. Ну, вот последний раздел. Наследование возникших эпиалелий. Значит, они не всегда были. И в индивидуальном развитии, филогенетически они были не всегда. Они когда-то появились. И это была мутация. Мутация, которая приводила к появлению метилированного состояния в данном месте, но не в другом. Это эпимутация. Скорее всего, здесь вовлечены различные РНК-регуляторные механизмы, потому что распознанная конкретная буква, и многих рядом таких же внешне. Для нас таких же внешних, а клетка это чётко видит. Это состояние, наследование возникших эпиалелий, оно наследуется в нескольких поколениях организма, особенно потому, что у нас у всех есть сердце, почки, кровь, одинаковая. Это наверняка связано с тем, что у нас совершенно специфические эпиалелии, которые к этому приводят. Вот, например, эти мыши, они являются эпигенетичными. Это планированно, если мы понимаем, не изменяет организм, но у одной из них в нескольких поколениях будет вот такой вот хвост переломанный, а это эпигенетичный, но у этой хвост и у её потомков будут обломаны, вот переломаны, а у этой нет. Это эпигенетическое событие. Это эпигенетичный специфический фенотип. Пожалуйста, следующее. Вот здесь примеры трансгенетированного наследования у человека, по крайней мере, до 4-6 поколений. Где-то есть 3, вот здесь 6 и так далее. Это трансгенетационные эффекты химиотерапии на мышах. Ну, это, кстати, тюмор, 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 тюмор. Это трансгенетационные эффекты, которые в поколениях регулярно проявляются. В связи с раком. То есть эпигенетика совершенно ручно и уже достаточно давно в практике, но у нас это не так широко распространено, по крайней мере, по техническим причинам. Это по-прежнему довольно дорого, хотя и быстро и дешевеет. Сейчас осталось их, по-моему, парочка. Вот, обратите внимание, это слайд из книги Кунина «Логика случая». Здесь частота ошибок. Вот, репликация. Ошибки 10-7, 10-9. Вот если транскрипция ошибки, когда там играется в другой нуклеотин, 10-4, 10-5. Это разница на три порядка величин. Ещё больше разница при образовании белка. И надо сказать, что ошибки на каждом из уровней расхода реализации генетической информации не выявляются при исследовании предыдущего уровня. Чего бы мы ни секвенировали, мы не знаем, какие ошибки произойдут здесь и здесь, и как они будут сказываться нашим здоровьем. А ошибки здесь гораздо более частые и могут быть не менее значимы. Значит, последний слайд практически. Вот, эпигенетические мутации, их частота неизвестна, она не определялась. Известно, что это явление есть. Известно, что его когда-то в филогенезе не было для данной физики организма. Но с какой частотой это происходит, неизвестно. И можно предположить, что между 10-9 и 7 для ДНК и 10-4-5 для РНК здесь вот между ними есть большое пространство. То есть неудивительно, если эпигенетические мутации будут возникать, скажем, в 100 раз чаще, чем мутации обычные. А ведь даже единичная эпимутация может давать эффект на тысячи генов, если с ней извержен транскрипционный фактор. То есть вклад этих мутаций, возможно, более частых, это ещё неизвестно. Может быть, это не менее. Но вклад этих мутаций, может быть, то известно, что он бывает очень велик, а частота их возникновения может становиться более срокой, чем мутации обновленных. Поэтому исследование эпимутации для медицинской генетики, для исследования патологии очень важно. Ну и вот ещё раз, слайд до заключения, последние два показателя, пожалуйста. Но это, пожалуй, я не буду читать, это уже я говорил. Пожалуйста, следующий, последний. Ещё раз. Все уровни реализации генетической информации выше репликации характеризуются большей частотой ошибок, чем при репликации. Поэтому можно ожидать, что частота возникновения эпимутаций тоже окажется выше, чем мутации генетических. В этом случае эпигенетические мутации, а не генетические мутации, будут чаще определять ход андогенеза при патологии, чаще, чем мутации генетические. В том числе и по приопухлеобразовании. А эпимутации генеративной ткани, они могут открывать дорогу филогенеза чаще, чем мутации генетические. Уже потом они могут перерепляться удалением кстазина и снятием альтернативных состояния. Предположение, вот это новое фундаментальное знание может открыть новое направление, новое фундаментальное знание относительно эпиолелии. Может открыть новое направление диагностики, терапии, профилактики опухолевых заболеваний, а также и медицинской генетики в целом. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.